Священно-мученик Пётр Дамаскин. О восьми духовных ведениях. Духовных ведений, как полагаю, восемь. И семь из них нынешнего века, а восьмое есть делание будущего века, как говорит святой Исаак. Первое – есть познание скорбей и искушений этой жизни, как говорит святой Зорофей, и сетывание о всём, что естество человеческое потерпело через грех. Второе – познание своих согрешений и благодеяний Божиих, как говорит Лествичник, святой Исаак и многие другие из отцов. Третье – познание ужасного, бывающего предсмертью и послесмертия, как-то находим в божественных писаниях. Четвёртое – уразумение жизни в этом мире Господа нашего, Иисуса Христа и учеников Его, и прочих святых, мучеников и преподобных отцов, дел их и слов. Пятое – познание естества и изменение вещей. Шестое – видение существующего, то есть познание и уразумение чувственных созданий Божиих. Седьмое – уразумение мысленных созданий Божиих. Восьмое – познание о Боге, называемое богословием. Из этих восьми видений, три первых – приличный проходящему деятельную добродетель, дабы он успел многими и горькими слезами очистить душу свою от всех страстей и получить от Бога по благодати и прочие видения. Пять же – перешедшему к ведению, то есть получившему познание духовное за доброе хранение и всегдашнее исполнение телесных и нравственных, то есть душевных деланий, через что исподобляется их ощущение явно и мысленно. От первого получает делатель начало познания, и по мере того, как он после этого старается о делании и поучается в данных ему разумениях, переспевая в них, пока не придёт в навык их, само собой является в уме его иное познание и подобность ему и прочее. Переставая машина